В рамках работы над докладом о ситуации с правами человека в сегодняшней Абхазии, его авторы Томас Хаммерберг и Магдалина Гроно посетили Абхазию шесть раз, провели здесь в общей сложности 40 дней. За это время было множество встреч с широким кругом людей. В интервью приняли участие более 200 человек. Особое внимание докладчики уделяли организациям и частным лицам, которые непосредственно здесь занимаются изучением информации о проблемах с правами человека и попытками их разрешения без привязи к политическим позициям. Для более углубленного изучения ситуации дипломаты встречались и с представителями Грузии. Также часть доклада посвящена жителям Галского района Абхазии. Нужно было представить объективную информацию в противовес тому, что представляла грузинская сторона на женевских дискуссиях. Это абсолютно понятно, почему основная часть доклада в развернутом таком виде была посвящена ситуация в Гальском районе. Доклад носит нейтральный характер к вопросу статуса республики. Авторы не высказывают никакой позиции по поводу того, как должны решаться вопросы, лежащие в основе конфликта между Абхазией и Грузией. Томас Хаммерберг и Магдалина Грону руководствовались исключительно необходимостью соблюдения прав человека. На встрече отмечалось, что это первый доклад, в котором объективно озвучены проблемы, которые особенно волнуют население Абхазии. И законодательство изучено, и практика как-то изучена, и мнение людей. Вот на всех уровнях мы объездили всю Абхазию. Я была как эксперт привлечена вот к этой, с абхазской стороны. Но не в том развернутом как бы виде, как бы нам хотелось, да, с причинами, следствиями и так далее. Но акценты обозначены, проблемы обозначены в докладе. Поэтому я думаю, что этот доклад, такое начало должно быть для того, чтобы и понимать, что должны быть другие, следующие доклады, которые бы отражали ситуацию более детально. Доклад Хаммерберга был представлен на английском языке в конце 2017 года. Совсем недавно его перевели на русский язык. В ближайшее время исследование будет в свободном доступе в интернете, и каждый желающий сможет ознакомиться с ним.